Вечер добрый! Здравствуйте! Сегодня мы с вами начнем очень интересную тему. Тему про Солнце, Луну и наши черты характера. Как-то один человек захотел поехать в гости к своим детям и внукам. Они жили на другом континенте. И он как... Я вижу уже кто-то пришел. Здравствуйте! Да, я начала с рассказа. Мы начинаем интересную тему сегодня про Солнце, Луну и наши черты характера. Я начала с рассказа про одного человека, который захотел поехать в гости к своим детям и внукам. Он же, как человек, который любит планировать и ехать в удобстве, заказал билет на самолет, намного-намного загодя за полгода. И попросил место в проходе. Тот, кто летал, знает, что есть два любимых места. Или у окошка, или в проходе. Так вот, он заказал себе место в проходе. Ему настолько важно было вот это самое место, что каждый раз в месяц, каждый месяц он звонил в компанию и узнавал, все ли будет в порядке, останется ли его место за ним. Да? Он хочет, чтобы подтвердили, что вот он заказал место 15С и что это место его. Ну вот, наступает день полета. Все родственники собираются встречать папу. Так давно не прилетал. Цветы, подарки, баллоны, шарики, да? Но этот, выходит, дедушка, папа, выходит очень злой, очень недовольный. Что случилось, спрашивают его родственники. Да ужас какой-то он им отвечает. Я за полгода заказал себе билет в проходе и все время проверял, все ли окей, все ли в порядке. Ну, уже придя в аэропорт, получив билет, обнаружил, что мне дали место Би, то есть, среднее место, посредине. И это то, чего я как раз так не хотела. Именно за полгода я заказал себе этот билет. Я много летала, я знаю, как это неприятно, если ты действительно... Родственники этого человека спрашивают, ну, почему же ты не попробовал поменять место с тем, кто сидел рядом с тобой? Может быть, человек любезно согласился бы пересесть? На что папа им отвечает? Да там не было с кем говорить. На месте Си никто не сидел. У него было свободное место рядом с ним, но у него в билете было написано Би. Есть такие люди, у которых должно быть все только четко, как они продумали, четко так, как написано. И каждый день они совершают свои действия выверенно, одинаково. Все у них вот так вот разложено по полочкам. Может быть, вы знаете таких людей, может быть, кто-то из вас видит самого себя в таком человеке. Я знаю одну такую семью, где я, слава Богу, знаю много семей, но вот в одной семье, в которой я бывала, мне дочка, уже взрослая женщина, рассказывала, что после мытья посуды она ставит тарелки в точно выверенном порядке. Потому что так с самого детства приучил ее папа. С самого детства каждая тарелочка, это все те же самые тарелочки с детства, да, стоит на своем месте. То есть каждый живущий в этой квартире знает, это его тарелка, это его ложка, это его стакан. И люди такого типа, они всегда будут и одеты в порядке, и на работе у них будет полный порядок, и в документах, и дома, везде, везде, везде. Завтракать, скорее всего, они будут по часам. И часто даже кушать они будут то же самое, что или вчера, или во всяком случае похожее. Про таких людей можно сказать, что мы совершенно точно уверены в том, что он и завтра сделает то же, ровно настолько же, как то, что завтра утром взойдет солнце, да. То есть придя в синагогу, они обязательно сядут только на свое место. Вот как тот самый человек, который летел в самолете и сел только там, где было написано в билете, и всю дорогу злился. Он этого не хотел, но он не пересел, потому что так у него написано в билете. В билете человек большой педант. Надо сказать, что в этом есть огромное достоинство, и называется это достоинство Кабалат Оль. Умение принимать на себя закон. И именно это самое умение приятия и включает в себя обязательства по отношению к другим, и также, соответственно, обязательства по отношению к себе. Такие люди, они надежные. И это им очень помогает достичь удачи в жизни. Иногда, может быть, услышали, она вот, может быть, умом не блещет, но вот берет попой, сидит, да, вот своим постоянством, умением как бы все делать четко и точно. Если мы с вами посмотрим на то, как идет еврейская жизнь, то обнаружим, что она управляется еврейским календарем, где годовой цикл составляет 365 дней. И это цикл Солнца, то есть это год, да. А есть еще вместе с этим месячный цикл, и это цикл Луны. И он примерно, примерно, да, 29, там, и 53 дня, да. В отличие от других народов, мы пользуемся для составления нашего календаря, то есть для того, что мы решаем, что и когда у нас будет, обоими исчислениями, то есть лунным и солнечным. Да, если вы знаете, что в результате этого в еврейском календаре существует также високосный год, в котором у нас добавляется целый месяц, и мы помним все проблемы с праздниками, когда что и так далее. Так вот, человек, про которого я вам только что рассказывала, как вы думаете, к какому, как бы, к чему относится его характер, да. Вот характер такого человека, врожденные вещи, они идут от Солнца. Это постоянность и ответственность. Солнце, оно постоянно. В отличие от этого, если мы будем с вами говорить про Луну, то ее цикл возобновляется каждый месяц, да. Месяц на иврите, тот, кто знает, называется Ходэш. То есть мы каждый месяц Митхадшим. Мы с вами знаем, что у Луны есть разные фазы, есть когда она полная, когда она становится меньше, то есть называется Алийот и Иридот. Так вот, люди, корень души которых связан с Луной, они тоже не постоянны ни в чем. Каждый срочно посмотрел на себя и сказал, что, где, как, откуда, кто же я на самом деле и откуда пришли мои вложенные в меня качества, да. Такие люди в основном, потому что они не постоянны ни в чем совершенно, но они в основном творческие люди, да. Это люди, у которых есть разные фазы в жизни. То, когда они творят, и они на вершине, ну, у этих же самых людей бывают спады, когда им совершенно ничего не хочется делать. Им надо сделать необыкновенные усилия для самых маленьких каких-то элементарных поступков, чтобы начать заниматься то, без чего вообще человек не может, да. То есть вот такие совершенно как бы. У этих людей никогда не бывает спокойствия. Они все время что-то изобретают. Им хочется достичь все больших и больших и больших вершин в том, чем они занимаются. Они, конечно же, не оставляются на своих достижениях, независимо ни от того, получилось у них или не получилось. Но именно вот на этих людей ты не можешь надеяться, как на тех, которые, вот я говорила, в первой категории, в категории солнца. Ведь пообещав что-то, они могут совершенно забыть об этом. Они могут увлечься новым изобретением, и может что-то прийти в голову, и они вообще будут находиться в другом мире. И, кстати, собираясь в путешествии, эти люди будут собирать чемодан в самую последнюю минуту, в отличие от солнечных людей. Это очень интересно. У меня дома всегда с мужем происходит такой спор. Перед тем, как мы куда-то уезжаем, он у меня за три дня начинает, ну, давай, 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 давай собирать чемодан. А я говорю, ну, подожди, ну, зачем же сейчас собирать чемодан, чтобы он стоял посреди комнаты. Подожди, и мы так ждём почти до последней секунды, когда я действительно всё быстренько собираю. То есть это действительно такие вещи есть, и важно знать, с кем ты живёшь. Вообще очень хорошо, правильно, когда каждый человек знает, откуда происходит корень его души, чтобы он знал, как он может сам собой жить. Потому что в каждом из случаев есть свои достоинства и недостатки. И тут как бы мы возвращаемся с вами к тому, почему я говорила, что у нас, евреев, исчисление идёт и по солнцу, и по луне. С одной стороны, мы воспитываем наших детей на некой неоспоримой и совершенно непоколебимой основе, что наша Тура вечна, и её законы вечны. И тут никто со мной не будет спорить, это действительно только так, и по-другому быть не может. То есть в Туре нет и не может быть никаких изменений. Сейчас, 3000 лет назад, ещё неизвестно когда. Это некая такая статичная единица. Потому что выполнения наших заповедей не могут быть совершенно зависимы от нашего настроения. Есть ли у меня муза сейчас, есть ли у меня желание что-либо выполнять. То есть мы понимаем, Тура – это статичная единица. Но вот какое дело, если мы все будем жить и воспринимать всё, что есть в жизни, что оно неизменно, то зачастую мы можем превратить это в механическое исполнение заповедей. Нам просто совершенно необходимо для того, чтобы соединить Солнце и Луну. То есть знать, что у нас есть Тара. Объединить вот это Тарус ежемесячными с Луной обновлениями. К сожалению, мы иногда видим, что ребёнок, который учится вроде бы в правильном и в хорошем заведении, и всё, чему бы там учат, оно правильно и замечательно. Но вот этот ребёнок чувствует себя там как в тюрьме. Я не знаю, проходили ли вы такое состояние, когда видели, что ваш любимый золотой ребёнок, отданный в самые лучшие заведения, не хочет там быть. Ему там плохо. И это происходит именно потому, что у учителей они идут по дороге Солнца. У них дорога прямая и ясная. Но без Луны они не могут зажечь в душе ребёнка. Частично наши дети, у них корень души, такие, да, Луна! И поэтому вот так вот, столкнувшись с Солнцем, они просто не в состоянии воспринимать ту самую информацию, которую это Солнце пытается до неё донести. Понятно, что я говорю, конечно, о учебных заведениях, где там есть и Тора, и многие разные другие дисциплины. Это не имеется в виду только о религиозных заведениях, где учат и пытаются действительно научить хорошим вещам на хорошем уровне. Как-то на одном Итваадуте закончилось вино, и все стали переговариваться, кто пойдёт и принесёт его, кто купит. И тут встаёт Рэббе того места, по-моему, это был Бобов Рэббе, который вёл вообще этот самый Итваадут и говорит, я пойду попрошу своего ребёнка принести вино. Все очень удивились, Рэббе встал, но мало того, что он встал, он ушёл, и его не было более часа. И когда он вернулся с этой бутылкой вина, его все с удивлением спросили, куда же ты пропал? На что он им ответил? Когда я начал взрослеть, и мне стали постоянно говорить, что ты уже не ребёнок, что ты уже взрослый, что ты должен делать это, что ты должен должен делать то, я вдруг понял, что мне совершенно не хочется расставаться с тем самым ребёнком, который находится во мне. И я тогда сказал ему, что я тебя не оставлю, и когда мне будет надо, то я буду возвращаться к тебе. И мы вместе с тобой будем совершать ещё много-много нового и познавать много чего нового. И вот сегодня я почувствовала, что я должен позвать ребёнка, что во мне. Иногда надо быть не только ребби, иногда надо быть ещё и ребёнком. А вот ребби Футерфас, знаменитый Хасид Ребби, про которого, наверное, многие уже слышали и знают, говорят, что для того, чтобы обращаться к Всевышнему, мы с вами должны помнить, что мы дети, а он наш отец, он наш папа. Ведь если каждый из нас будет думать, что он солнце, то кто же будет светить нам? Мы становимся с вами квадратными, мы становимся с вами уверенными, мы уверены в своей правоте, мы считаем, что только то, как я живу, и только то, что я делаю, является единственным правильным. Всевышний же хочет от нас чего-то другое, Всевышний хочет от нас гармонию между солнцем и луной. Любовичский Хасид Ребби говорит, советует нам, будьте каждый день, как заново рожденные. То, что с одной стороны, есть постоянность, мы слышим каждый день, будьте каждый день, в этом есть некое постоянство, но с другой стороны, есть обновление, он говорит, будьте обновлены. Если мы посмотрим каждый на себя, мы знаем свои черты характера, мы знаем, что у нас есть, и мы поймем, что есть нечто, что мы не можем изменить. Оно в нас встроено Всевышним, как я сказала, корень души, который идет или от солнца с определенными наклонностями, или от луны. Что же в этот момент мы можем сделать, когда мы поняли, окей, моя душа принадлежит вот по моим поступкам именно к солнцу. Не могу же я изменить то, что Всевышний в меня вложил. Если у тебя солнечный характер, то Ребби советует, добавь, добавь в него то, чего не хватает, добавь в него немного лунного, а у кого лунный, соответственно, добавить солнечного. В Хоседуте про это говорится, что только кафаэмца – это середина, кафаэмца – это середина, золотая середина, можно сказать. Это именно золотая середина всего того, что нам дано, и то, что мы сами добавим. Только это приведет к хорошему результату. Совсем скоро у нас с вами начнется месяц Илуль. Это такой месяц, когда весь наш народ начинает готовиться к Новому году, кроша шана, к Йомки-Пуру, уже месяц Шувы и Хижбона-Нефеш. И хорошо, когда каждый в себе смотрит и проверяет, что же у него не в порядке. И хорошо, что если мы сможем понять тогда, что наше солнце нас же с вами, оно ослепило. И мы потеряли с вами важнейшую вещь – уметь чувствовать, уметь сопереживать, уметь мечтать, уметь загораться. Загораться именно тем, теми принципами, которые дает нам солнце. Говорится, что какая же важная работа, которой займется Машиих, когда придет. Он будет делать из цедиким балей-чува. С каких цедиким? Как можно делать с цедиким балей-чува? Они живут, они цедиким, да? Так вот, говорится, что солнце – это цедиким в определении, по определению, а луна – это балей-чува. И вот Машиих будет соединять эти качества луны в цедике, потому что самому цедику, даже если он цедик, шитофло, ему это очень тяжело. Сегодня в народе Израиля есть много делений на разные течения. Во времена большинства, в местечках, до какого-то времени не было вот таких разделений, но с момента, как люди стали тянуться к большинству, приходить к нему учиться, то возникло некое движение, которое тогда не называли хасидами, их называли балей-чува. Ну и только уже впоследствии, когда появились люди, идущие против этих балей-чува, стали называть уже хасидами. Всю эту историю я сейчас не буду рассказывать, многие все это знают. Вся основа того, что большинство привел в этот мир, говорит о том, что совершенно любой еврей должен всегда делать тшуву. И даже если ты цадик, и даже цадик шитофло, праведник, которому хорошо, написано, заклинают его будь праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя, как на грешника. Потом еще объясняет, что на самом деле нельзя уж со всем грешником себя видеть, потому что ты можешь спать в уныне и так далее. Но пока мы говорим с вами вот про эту фразу. И что я хочу добавить, что вот наш идашкайт, который есть в нас, который мы даем нашим детям, он должен быть всегда солнцем. А мы с вами, родители, мамы, бабушки, дедушки, да, они должны быть как раз этими самыми лунами. И тогда это сможет объединить в себе с одной стороны, да, и преподаватели тоже, кстати, вот по той истории, тогда это сможет объединить в себе и солнце, и луну. И вот последние примеры, которые я хочу вам дать, это давайте мы вспомним с вами благословение, данное Якову, Якову, Ефраему и Минаше, сыном Юсефа. Вы помните, да, что произошло там, когда Есеф подводит их ближе к Якову для получения благословения, при этом первенец Минаше стоит справа, а Ефраем стоит лево от отца. Благословляя внуков, Яков скрещивает руки, да, так что его правая рука оказывается на голове Ефраема при произнесении благословения, он ставит его на первое место, и получается, что младший оказывается впереди старшего брата. И вот это понимание Якова, который понимает, что необходимо смешать качество благословения, и что тот, кто сейчас солнце, он получит благословение луны, и наоборот, кто луна, получит благословение солнце, только это даст максимально хороший результат. Напоследок же, наверное, вспомню про царя Шауля. Вы все, наверное, помните, что он был царем солнца, про него так и написано, это было царством солнца. На смену ему пришел царь Давид, про который написано, что это был луной. Если вы помните, Давид, который пел, плясал, он постоянно что-то придумывал, это был очень творческой личностью. Но ни тот, ни другой не смогли построить храм, и только царь Шауль, в котором объединилось и то, и другое качество смог построить храм. Что я могу пожелать после моего урока? Каждому увидите найти в себе то, что заложено, и вместе с этим постараться в самое ближайшее время построить храм как внутри себя, так и внаружи. Хорошего вам вечера!